Уважаемые подписчики, друзья, случайные зрители, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк, все монеты. Уважаемые зрители, в сегодняшнем обзоре я хочу рассказать вам о юбилейных монетах СССР, которые имеют одинаковый номинал. Они посвящены одному и тому же событию, однако они имеют различную нумизматическую стоимость. Причем об одной из них вообще мало кто знает. Но давайте обо всем по порядку. Давайте вначале рассмотрим монету, которая была практически в каждой советской семье. Это 1 рубль 1970 года с портретом Владимира Ильича Ленина. Да, друзья, это самая массовая юбилейная монета СССР. Ее тираж составил, только вдумайтесь, 100 миллионов экземпляров. На сегодняшний день стоимость данной монеты редко превышает считанные центры в обычном качестве. И вряд ли когда-нибудь она подорожает. Здесь нужно сказать огромную благодарность вынести колоссальному тиражу данной юбилейки. Исключения будут составлять монеты в хорошем качестве, которые никогда не были в обращении, и монеты улучшенного качества. Для таких монет цена будет составлять от 10 до 40 долларов США. А вот в качестве proof стоимость этой монеты будет составлять от 200 до 1000 долларов США. Наибольшую стоимость при этом будут иметь слабированные монеты. Это, получается, монеты, которые помещены в специальную упаковку. И чем выше будет грейд монеты, тем она будет дороже. Отличительной особенностью монеты proof является особо высокое качество чеканки полированным штемпелем на полированных заготовках. При этом у монеты образуется матовый рельеф и зеркальное поле. Уважаемые зрители, следует отметить, что данное правило выполняется только для аверса монеты. В то время как на реверсе будет все с точностью, да наоборот. Матовое поле и зеркальный рельеф изображения. То есть монета 1 рубль 1970 года в качестве proof будет иметь матовое поле и зеркальное изображение головы Ленина. В противном случае это будет уже пробная монета и стоить она будет гораздо дороже. Иногда, конечно, встречаются умельцы, так сказать, которые выдают от полированную войлоком до блеска монету обычного качества запов. Друзья, так вот, чтобы не быть обманутым, обязательно обращайте внимание на матовую составляющую монеты. Отдельно можно выделить пробную монету 1 рубль 1970 года, 100 лет со дня рождения Ленина, которая на сегодняшний день известна лишь в единственном экземпляре. От остальных подобных монет ее отличает материал изготовления. Вместо привычного медно-никелевого сплава была использована заготовка из алюминия. И оценивается она на сегодняшний день более чем 5000 долларов США.